Вы решили провести воду в комнату в общежитии или перенести дверь в другое место. Первое, что вам необходимо сделать, обратиться с планами по переобустройству в муниципальный жилищный контроль. Специалисты этого отдела, администрации города, рассмотрят возможность перепланировки помещения. Для этого в городе создана и действует комиссия о порядке согласования переустройства и перепланировки жилого помещения. Для того, чтобы узаконить перепланировку, необходимо подать пакет документов в отдел муниципального жилищного контроля. Также ведомство курирует работу комиссии по переводу жилого помещения в нежилое и наоборот и комиссии о признании помещения жилым или непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Работа комиссии – это, надо признаться, довольно-таки большой, обширный блок деятельности. Порой для заседания комиссии требуется дополнительно обследовать жилые помещения и провести экспертизы. Выполнение этих функций также ложится на плечи муниципальных жилищных инспекторов. Их в отделе двое. Эти же специалисты работают по обращениям граждан, тематика которых различна. Как правило, жалобы касаются санитарного состояния придомовой территории или контейнерных площадок, неисполнение правил содержания и выгула домашних животных, уборки снега с крыш домов и козырьков подъездов. Особое место в обращениях губкинцев занимают жалобы на состояние подвалов и цокольных этажей зданий. Нередко специалисты сталкиваются с вопросами, которые решить довольно проблематично. У нас в городе очень много домов, более 30, которые имеют шиферные покрытия, которые уже не выпускают. И от старости они уже текут, их хватают, заделывают. Ну и естественно, жители, что крыша протекает. Сотрудники отдела имеют право проводить контрольные мероприятия в отношении управляющих компаний, товариществ, собственников жилья, если в многоквартирном доме есть доля муниципального имущества. Всего за время работы отдела муниципального жилищного контроля в Губкинском проведено 85 контрольных мероприятий. Вынесено 60 предписаний об устранении нарушений обязательных требований. Более 40 из них исполнены. К тем же, кто не исполняет предписания, применяются меры административного воздействия. Немаловажным направлением деятельности отдела является направление материалов, связанных с совершенными правонарушениями по статьям, связанных с содержанием жилищного фонда в уполномоченные органы на рассмотрение в случае выявления таких нарушений. Также в полномочия специалистов отдела входит контроль за соблюдением требований газовому оборудованию в жилых помещениях муниципального жилфонда и контроль над осуществлением мероприятий, связанных с подготовкой жилищного фонда к зиме. Кроме того, отдел муниципального жилищного контроля может защищать интересы проживающего в муниципальном жиле человека в различных инстанциях. Наша работа ориентирована на людей, на улучшение жилищных условий, на повышение уровня комфортности, надежности, безопасности проживания в жилых помещениях. Поэтому неисполнение предписаний влечет за собой применение предусмотренных законодательством мер ответственности. В особых случаях инспекторы жилищного надзора могут направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований жилищного законодательства, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. Екатерина Склюева, Алексей Магин, Новости Губкинского.